Астрофотография Вместе это получается Звездная светопись Светопись при помощи света звезд Главным предметом Астрофотографии является космос И здесь можно задаться вопросом Что же такое космос? Больше всего мне нравится ответ Который дал на этот вопрос Карл Саган Он сказал, что космос Это все, что есть, что когда-либо было И когда-нибудь будет На мой взгляд, это очень Емкое и правильное определение Я бы даже его сократил до слов Космос это все Знакомство с космосом Это сильнейший катализатор Для развития пытливого ума Астрофотография это хороший способ Для знакомства с космосом Но начнем с истоков Астрофотографии На данном слайде мы видим Одного из пионеров Астрофотографии Это Генри Дрейпер Астрофотография зародилась Вместе, практически вместе С самой фотографией Как только люди научились Делать фотографии Они начали пытаться фотографировать Звездное небо Первые снимки были не очень четкими Потому что технология была Еще не до конца отработана Ну вот удалось получить Снимки Луны в середине 19 века Также Солнца Во время солнечного затмения Объектов дальнего космоса На данном снимке мы видим Центральную часть туманности Ориона А также планет Солнечной системы В данном случае Вот это планета Сатурн Даже вот в трех экземплярах Замечательно видно Что планета представляет собой Не просто шарик А шарик, окруженный кольцом У астрофотографии Есть особенности Которые отличают Ее подзрительные системы человека Этих особенностей две Во-первых, способность накапливать свет Глаза человека Свет накапливать практически не умеют Независимо от того Будем мы смотреть на звездное небо Минуту, 10 минут или час Мы новых подробностей не увидим Но в отличие от глаз Фотоматериал, будь то фотопластинка Фотопленка или сенсор камеры Они свет накапливать могут Поэтому чем дольше мы экспонируем Звездное небо Тем больше мы можем увидеть И вторая особенность астрофотографии Это документальность и объективность Фотографии, в отличие от людей Не склонны обманываться Не склонны видеть на небе То, что они хотят видеть А не то, что там есть И у астрофотографии Как бы можно Две цели Два направления выделить Это исследовательское направление И художественное Сначала я скажу пару слов Об исследовательском направлении Как астрономы проводят свои наблюдения До сих пор живет некий такой стереотип Что это выглядит примерно вот так Вот Ники такой бородатый в колпаке Смотрит вот в такой механизм Глазом На самом деле астрономы Уже так давно-давно не работают Современные телескопы Это такие огромные Многотонные Весом в сотни тонн Механизмы Из стекла Металла Электроники Смотреть там некуда В отдельной кабинке Сидят люди Операторы Которые направляют телескоп На определенный участок неба Сдают ему команду Фотографировать Телескоп делает снимки И загружает их уже на компьютер Для последующего анализа Несмотря на такие большие телескопы У любителей астрономии Даже сейчас есть чем помочь Большой науке Во-первых, любители астрономии Могут открывать новые звезды Сверхновые звезды Кометы Астероиды Изучение метеорных потоков Также переменные звезды Изучение Мест падения метеоритов Совсем недавно В Челябинске Упал Челябинский Чебаркульский метеорит И команда Астрономов-любителей Из России Успешно провела исследование Написала целую научную статью На эту тему Как происходят Вот такие открытия На данной анимации Мы с вами видим Два участка Две фотографии Одного участка неба И здесь замечательно видно Что появляется новая Звездочка на небе Это новая звезда Как оказалось Впоследствии Есть не что иное Как новая звезда То есть звезда На поверхности которой Произошел термоядерный взрыв И она стала Увеличила свою яркость Во много-много раз Это открытие Это открытие Сделано российскими Астрономами Любителями И Ну да Вот Это была кстати Вот первая Первая звезда На территории Российской Федерации Которая была Открыта Как новая До этого В России Не открывали Таких звезд И это Это заслуга любителей Но переходим К художественной астрографии Чем она хороша Тем что это симбиоз Науки и искусства Астрономия Это наука А фотография Это искусство Это рождает Очень интересное сочетание И Плюс ко всему Астрофотография Открывает скрытое Она позволяет нам Видеть То чего Мы не можем увидеть Обычными своими Глазами С поверхности нашей планеты Эра цифровых технологий Открыла целую новую страницу В фотографии И вастой фотографии Благодаря Цифровым технологиям Любители астрономии Даже с самым простым Оборудованием Даже с балкона Своей квартиры Могут Смогли получить Снимки Которые были По качеству Недоступны Даже для Профессиональных обсерваторий В доцифровую эпоху Пожалуй Я продемонстрирую Вот это снимок Шарового скопления В созвездии Геркулеса М13 Это такой Большой шарик Звезд Там несколько десятков Тысяч звезд Он очень старый И сфотографировано Это буквально В Москве С балкона Квартиры Тоже снимок С того же балкона Это остаток Взрыва Сверхновой звезды Это клочья газа Которые разлетаются По космосу Вот после взрыва Которые рассеиваются В пространстве Можно например Даже планеты снимать Вот на данном снимке Замечательно виден Юпитер Со всеми подробностями С облачными поясами Атмосферный вихрь Большое красное пятно Которые в несколько раз больше Всей нашей планеты Свои шедевры Снимки Астрофотографы Делают с помощью астрографа Астрофотограф это человек Астрограф это прибор С помощью которого Которого производится Фотографирование Астрофограф состоит Из некой подставки Будь то колонна Или тренога На этой подставке На этой подставке На этой подставке На этой подставке Монтировка То есть устройство Которое поворачивает Телескоп вслед за Суточным движением звезд И собственно сам телескоп Будь он маленький Или большой А также фотоприемник Это может быть Фотокамера Либо видеокамера Все эти данные они передаются на ноутбук, и дальше уже в специальных программах анализируются и создается итоговое изображение. Астрофотография, ее можно разделить на три направления художественной астрофотографии. Во-первых, это ночной пейзаж, то есть это некий снимок, на котором присутствует земная часть и небесная часть, где может быть находиться Млечный Путь или какие-либо другие объекты. Во-вторых, это объекты дальнего космоса. Это могут быть галактики, туманности разные, миссионные, отражательные, планетарные и другие объекты. Далее у нас Солнечная система. Это третий раздел астрофотографии. Предметом лунно-планетной съемки являются Солнце, Луна, планеты, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, астероиды и так далее. Здесь нельзя не сказать пару слов о таком известном телескопе, как телескоп имени Хаббла. Это вот замечательный телескоп, который был в начале 90-х запущен. Он сумел показать нам Вселенную совершенно по другим углам. Так как этот телескоп находится за пределами земной атмосферы, то всякие турбуленции воздуха ему не страшны, он может получать очень четкие изображения. Но тем не менее, вопрос такой. Могут ли любители тягаться с телескопом имени Хаббла? Здесь мы с вами видим два снимка. И тут у меня к вам вопрос. Поднимите руку, пожалуйста, тех, кто считает, что снимок с Хаббла расположен слева. Как вы считаете? Так, понятно. А справа? Да, действительно, на самом деле, больше, немного больше, по-моему, людей ответили правильно на этот вопрос. Это снимок с Хаббла. Если, в принципе, приглядеться к этим снимкам, то особой разницы здесь нет. Да, немножко различаются цвета, немножко различаются яркости. Но в целом, если немного поработать в графическом редакторе, эти снимки можно привести примерно к одному виду. Вот этот снимок был получен мной в Крымской астрофизической обсерватории. Я снимал в 2013 году. Это центральная часть туманности Ориона. Этот снимок был получен на самом дешевом китайском оборудовании. Но в чем же тогда преимущество Хаббла? Преимущество его в том, что, так как он находится вне воздушного океана, он может получать снимки с очень высоким разрешением. Если взять какую-нибудь область, например, вот этот квадрат, и увеличить, то мы увидим, в чем же преимущество Хаббла. На любительском снимке мы с вами видим только низкие пространственные частоты, то есть общую картину распределения яркости. Мы не видим подробностей. А на снимке с Хаббла мы видим огромное количество подробностей, пылевые облака, различные звезды. И именно это позволяет Хабблу получать очень четкие снимки. Но все же, чем астрофтография, почему астрофтография считается сложным искусством, техническим искусством? Почему бы просто взять и не сфотографировать звездное небо? На обычной технологии, так же, как мы фотографируем дневные сюжеты, здесь на это две причины. Во-первых, это низкая яркость объектов. И, во-вторых, это шум, который всегда присутствует на цифровой фотографии. Но все же, давайте попробуем. Представим, что у нас есть фотокамера, есть телескоп. Мы прикрутили фотокамеру к телескопу и сфотографировали какой-нибудь космический объект обычным способом, так как мы фотографируем это днем. И мы увидим следующую картину. Вот это все, что мы увидим. Это то, что я называю низкая яркость. Яркость космических объектов недостаточно для того, чтобы проявить себя на таких фотографиях. Но все же, давайте увеличим выдержку, попробуем увидеть хоть что-то на снимке. Отлично, мы уже хоть что-то начинаем видеть. Берем этот снимок и отправляем в графический редактор. Поднимаем яркость. Отлично, уже что-то проявляется. Мы видим, что здесь какое-то есть звездное скопление, скорее всего. Здесь какая-то туманность, наверное. А вот эта область лишена звезд по какой-то причине. Но давайте все-таки попробуем поднять яркость еще. Снимок стал ярче, но деталей на нем больше не стало. Почему? Потому что появился шум. За этим шумом, точнее этот шум маскирует те детали, которые находятся за ним. Это максимум, на что способна обычная фотография. Но применение методов астрофотографии позволяет получить вот подобный снимок данного участка неба. Здесь мы видим очень хорошо шаровое звездное скопление, полевую туманность, отражательная голубой туманность. Это очень красивый участок неба. Вот сейчас я хочу рассказать о том, как такие снимки получаются. По какому принципу они получаются. Принцип этот достаточно прост. Ключом к астрофотографии является понимание того факта, что нам нужно больше света и меньше шума. То есть яркость объектов низкая, шумы высокие на снимках. Соответственно, если мы сумеем поднять яркость и опустить шумы, у нас получатся красивые фотографии. Для того, чтобы собрать больше света, банально мы можем увеличить выдержку. Снимать не одну секунду, а, например, снимать 10 минут. Или снимать час. Или 10 часов, или 20. И, во-вторых, увеличить телескоп. Это как аналогия, когда мы с ведерком собираем дождь. Если у нас маленькая ведерка, то в него попадет мало капель. В большое ведро попадает много капель. Чем больше телескоп, тем больше света он собирает. Здесь есть нюанс, что важна еще, конечно, светосила телескопа. То есть способность телескопа или объектива концентрировать свет на определенной площади сенсора. Но я не буду этого сейчас касаться. Что касается шумов, то с шумами мы можем сделать две вещи. Шумы, во-первых, бывают постоянные и переменные. С постоянными шумами все просто. Их легко вычислить. Мы просто берем каждый кадр и с каждого кадра вычитаем эти постоянные шумы. А переменные шумы вычесть не получится. Они в каждом кадре будут разные. Что мы делаем? Здесь я хочу вспомнить некую притчу. Я эту притчу точно не помню. Не помню, где я ее прочитал, увидел или услышал. Поэтому, если кто-то из зала знает эту притчу, пожалуйста, скажите мне. Я помню только в общих чертах. Суть в чем, что было некое государство в Древней Греции. И там правил царь. У него было большое государство. Он своей железной рукой правил. И к нему из далекой страны приехали послы, гонцы и спросили. Как вам удается такое большое государство держать под контролем? Как вам удается управлять? Царь сказал. Хорошо, пойдемте, я вам покажу. Они вышли в поле, где колосилась пшеница. Царь достал меч. И как вы думаете, что он сделал? Есть варианты? Он взял меч и начал срубать те колоски пшеницы, которые возвышались над общим уровнем, средним уровнем пшеницы. Все, что выделялось, он срубал. И вот он сказал, вот так я управляю государством, поэтому мне удается его удерживать. Астрофотографы используют подобную штуку, но как бы за исключением того, что... То есть царь усреднял. За исключением того, что меч астрофотографов это не заточенная металлическая пластина, а математика. И сейчас я поясню, что имею в виду. Допустим, у нас есть некий снимок равномерного серого прямоугольника. Это равносильно тому, что на снимке нет шумов. Ровная, одинаковая, абсолютно пшеница. Шумов нет. Но так в реальности не бывает. Шум будет всегда на фотографиях. Я не буду касаться причин, почему это происходит. Там целая куча этих шумов. Но суть в том, что всегда будет шум. И в реальности будет иметь вот такой вид. То есть прямоугольник будет не серым, а будет вот таким шумным. То есть пшеница будет иметь разную высоту. Вот так оно и происходит в реальности. Шум будет всегда. Но если мы возьмем не один снимок, а целую пачку мы сделаем. Допустим, сфотографируем, сделаем 50 снимков одной и той же туманности, одного и того же участка неба. И потом возьмем эту пачку и наложим друг на друга, усредним. Найдем среднее значение в каждом колоске пшеницы, в каждой точке изображения. Чем больше снимков мы возьмем, тем меньше шумов будет на нашем изображении. Почему? Потому что сигнал постоянный, а шум переменный. В каждом новом кадре сигнал такой, а шум может быть такой, или такой, или такой. В итоге шум друг друга взаимно уничтожает. Остается только чистый итоговый сигнал. Вот именно так работает астрофотография. Мы усредняем множество снимков, получается один четкий, хороший снимок без шумов. Это работает так, что в зависимости от количества снимков шум падает в корень из количества снимков. То бишь, если мы сделаем 4 кадра, шум уменьшится в 2 раза. Если мы сделаем 9 кадров, шум уменьшится в 3 раза. И так далее. Как работает усреднение? Вот здесь мы видим один кадр. Это одиночный кадр. Хорошо видно, что снимок весь в такой цветной рябе. Это есть не что иное, как шум. Но если мы возьмем 4 таких же кадра и усредним их, то шума станет значительно меньше. На 9 кадрах он практически исчезнет. И 14 кадров, усреднение 14 кадров, шум практически, ну, вообще не заметен здесь. Вот это основной принцип, по которому работает астрофотография, по которому мы делаем такие снимки. Но процесс получения астрофотографии немного зависит от направления фотографии. Как я уже говорил, есть ночной пейзаж, есть дальний космос, есть солнечная система. Немного разнится принцип. Они требуют немного разных подходов. Я сейчас быстро пробегусь по каждому типу фотографии. Птичка улетает. Итак, ночной пейзаж. Самый простой вид ночной съемки не требуется даже усреднение снимков зачастую. Все, что требуется, это фотокамера, штатив, налобный фонарик, а также фотограф, который готов ночью забираться на горы, идти в лес, не боясь, что его там съест медведь. На мой взгляд, фраза вот эта замечательная, она очень хорошо отражает смысл. То есть мы слишком нежно любили звезды, чтобы бояться ночи. Вот это про ночных пейзажных фотографов. Предметом ночного пейзажа могут являться разные сюжеты. Например, это может быть Млечный путь в разных проявлениях. В кадре иногда появляются вот такие гости из космоса, болиды, которые, влетая в атмосферу, и сгорают там, оставляя такие следы за собой. Также можно фотографировать Луну, полярные сияния, серебристые облака, то есть облака, стратосферные облака, которые находятся очень высоко. Они в наших широтах в мае, июне очень хорошо видны. Такое серебристое сечение. Можно также снимать звездные треки. Это когда мы неподвижную камеру направляем на какой-либо участок неба, в данном случае на север, и оставляем ее щелкать на всю ночь. Потом эти кадры все вместе складываются, и получаются такие звездные треки, в данном случае над Эльбрусом. Ну, переходим к фотографии лунно-планетной съемки, фотографии Солнечной системы. Для этого требуется очень большой телескоп, потому что увеличения должны быть очень большие специальные видеокамеры. Хотя можно и не специальные видеокамеры, можно просто купить веб-камеру обычно, выломать из нее матрицу, и представить телескопу, тоже получать, в принципе, сносные изображения. Но лучше, конечно, специализированные. Компьютер, на который все это будет попадать. А также удача. Удача нужна планетным фотографам, потому что планетный фотограф, он подобен рыбаку. Он забрасывает удочку в космический океан, ожидая, что поймается большая рыба. Но в наших широтах ситуация такова, что всего несколько ночей в год может быть ясная стабильная атмосфера. В другие ночи атмосфера нестабильна, изображение планеты дергается, детали замываются, поэтому, к сожалению, часто маленькие рыбки вылавливаются. Но если ты хороший рыбак, знаешь, где ловить рыбу, и как это делать, то ты можешь поймать очень большую рыбу. Вот типичное изображение. Сейчас, если получится. Нет, наверное, не получится. Видео хотел вам показать. Это, в общем-то, кадр из видеоролика. Здесь есть, ну, как бы некое видео. Применяя технологию планетной съемки, то есть снимается видеоролик, у нас получается, там, не знаю, ролик длиной 5 минут, как планета, значит, прыгает в кадре. Мы берем этот видеоролик, загружаем в компьютерную программу. Программа анализирует этот видеоролик на качество. Она откладывает в одну сторону качественные резкие кадры, а в другую сторону откладывает размытые. Потом мы выкидываем размытые кадры, остаются только резкие. Мы их усоединяем, накладываем друг на друга, и получается итоговое изображение, где планета предстает во всей своей красоте с большим количеством подробностей. Предметами планетной съемки может служить Сатурн, ну, и другие планеты Солнечной системы, Марс, замечательно видны полярные шапки на поверхности Марса, различные детали на поверхности планеты, Венера, тут даже вот в трех экземплярах на различных длинах волн. И такие маленькие, точнее не маленькие, а далекие планеты, как Уран и Нептун, они сняты практически на пределе возможностей любителей, и даже здесь можно усмотреть какие-то намеки на детали, на поверхностях этих планет. Ну, вообще это такие вот просто шарики. Можно, например, снять вот даже такую анимацию. Так как на Юпитере сутки длятся всего 10 часов, 5 часов в день, 5 часов в ночь, планеты вращаются очень быстро, и, в принципе, за ночь можно наснимать материалы, достаточно для того, чтобы вот такую штуку создать, полный оборот Юпитера вокруг своей оси. И это все сделано силами любителей, простых людей без какого-либо профессионального оборудования. Конечно же, в Солнечной системе нельзя пропустить Солнце. Солнце — основной объект в нашей системе. Иногда на фоне Солнца пролетают самолеты, и в данном случае попал журавль. Если фотографировать Солнце крупным планом, то можно рассмотреть на поверхности нашего светила вот такие темные участки. Это солнечные пятна области солнечной поверхности, где температура немного ниже, чем на окружающей поверхности. Также можно сфотографировать Международную космическую станцию. Это довольно трудоемкая задача, и вот команда любителей астрономии из Беларуси им удалось сделать — это снимок 2010 года. Они на основе своих снимков сделали вот такую анимацию, где замечательно видны подробности структуры станции, солнечные батареи, а также другие какие-то детали. Эта штука летает на высоте 350-400 километров, и тем не менее удается получить вот такие детальные снимки. Луна — самый благодатный объект для начинающего фотографа, потому что Луна яркая, Луна большая, Луна часто на небе появляется, поэтому даже самым простым фотообъективом можно получить снимки Луны, где можно увидеть кратеры, лунные моря, цирки, какие-то долины, расщелины и так далее. Но мы переходим к дальнему космосу. Дальний космос требуется, конечно, для этого телескоп или фотообъектив, экваториальная монтировка, специальная черно-белая астрокамера, можно, в принципе, и зеркалку, и без зеркалки, но лучше специальную камеру, ноутбук и много ясного неба, потому что объекты дальнего космоса, они очень тусклые. И астрофотограф, который снимает дальний космос, он подобен собирателю ягод, который идет в лес и черничку собирает, и по ягодке кладет себе в корзинку. Это процесс долгий, но если иметь достаточно терпения и собирать, 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 иногда даже неделями, иногда месяцами и годами, то в итоге можно получить один очень-очень бедро большой черники, один очень красивый снимок. Вот, например, типичная, так сказать, рабочая ночь астрофотографа. Вот он лежит тут на шезлонге, это телескоп снимает, это снимок сделан в Чили, в Сан-Педро-Датакамо. На самом деле, конечно, все не так. Астрофотограф, он не так работает, потому что постоянно что-то ломается. Вот ты запустил телескоп, поставил, начинает снимать, внезапно добегают облака. Или программа, которая у тебя 10 лет работала нормально, внезапно начинает глючить, рвутся провода, блоки питания перегорают, прибежит кошка, потрется хвостом, в понтировку, в понтировку остановится. Постоянно что-то случается. Поэтому скучать не приходится. А вот несколько примеров астрофотографии дальнего космоса. На данном снимке мы видим фотографию галактики М101, спиральная галактика в созвездии Большой Медведицы. Она очень похожа на нашу галактику, в которой мы живем, Млечный Путь. Мы ее видим сверху. Здесь замечательно видны подробности. Центральное яркое ядро, спиральные рукава, насыщенные водородом и космическим газом. Или, например, другая галактика. Это уже галактика поменьше, но очень интересной формы с такой перемычкой полевой. Также можно снимать различные туманности. Данная туманность называется трехраздельной. Уникальная туманность. Она как эмиссионная водородная, так и отражательная. Вот можно также снимать различные рассеянные звездные скопления. Данное скопление называется сова. И действительно, в принципе, при наличии, так сказать, если долго воображать здесь сову, действительно можно увидеть сову. Вот это глазки совы, это, значит, штушка, расправленные крылья, и вот лапки. Вот такая сова космическая. Или, например, вот снимок из южного неба. Это туманность, это Киля, в созвездии Киля. Такая большая область ионизированного водорода. Можно даже убрать звезды с этого изображения, чтобы лучше рассмотреть. Это вот такие вот облака водорода, нагретые до температуры миллионов градусов на миллиарда километров вокруг. Очень красивая штука. Обработка снимков. Когда мы получили весь этот материал, он еще сырой, он не готов. Поэтому для этого существуют специальные программы, они загружаются, снимки загружаются в эти программы, и дальше идет обработка. Выглядит она примерно вот так. Это может продолжаться долго, причем именно с таким цветом глаз. Дело в том, что астрономические снимки, они требуют очень много времени. Особенно если мы снимаем какую-то мозаику, то месяцы могут уйти на то, чтобы таком огромный материал перебрать, переработать, сложить и в конечном счете обработать. Спорят, то есть все вот эти красивые облака, полевые, на самом деле ли они есть в космосе, все эти красоты, которые Хаббл и любители показывают? В общем-то, ответ – да. Но нужно учитывать два момента. Первый. Вот, скажем, если у нас есть некий снимок, мы на него смотрим, ну да, нормальный снимок, в принципе, он как бы не произворечит нашему восприятию. Если мы покажем людям вот такой снимок, они скажут – нет, это неправда, это неправильно, салатового неба не бывает. У нас нет шаблона восприятия на салатовое небо. Со страфтографией – именно такая штука. У нас нет шаблона восприятия на космос. Мы не знаем, как должны выглядеть туманности. Они за пределами нашего повседневного опыта на поверхности планеты. Вот вам четыре, так сказать, варианта туманности. Вот, под номером один. Кто считает, что правильный цвет под номером один? Поднимите руку. Так, хорошо. А под номером два? Ага, под номером три? Ага. И четыре? Так, хорошо. Ну, на самом деле, я сам не знаю, какой цвет здесь настоящий. Я знаю, что он должен быть примерно красным. То есть, скорее всего, он ближе к три, но может быть, между три и один. Вот, где-то так. Но здесь, как бы, наверное, собралась все-таки публика, которая более-менее знакома с космическими снимками и знает, что хотя бы на уровне подсознания, что большинство туманностей в космосе красные. Потому что туманности, они состоят из водорода, как правило, из ионизированного водорода. А ионизированный водород, он светится красным цветом. Поэтому вот такая штука. И второй момент. Это условные цвета на узкополосных снимках. Вот это снимок с Хаббла, а это снимок вот в тех цветах, как мы видим, это туманность. Туманность розетка называется. И посмотрите, какая большая разница. Вот этот снимок, это снимок с условными цветами. Дело в том, что палитра этого снимка, она вот этого, соответствует цветовосприятию нашему. У нас в глазах есть колбочки, палочки трех видов. То есть, красный, зеленый и синий. Также этот снимок, палитра этого снимка, это красный, это красный, зеленый, это зеленый, а синий, это синий. Хаббловская палитра на некоторых снимках, она отличается. Красный, по Хабблу, на самом деле, это инфракрасный, это линия ионизированной серы, 671 нанометра, излучает. То есть, это находится за пределами цветовосприятия наших глаз. Вместо зеленого в этой палитре используется темно-красный, линия ионизированного водорода. А вместо голубого используется ярко-зеленый, дважды ионизированный кислород. Вот получаются вот такие картинки. Поэтому, если вы увидите где-то картинки вот такие цианово-желтые, знайте, что это не настоящие цвета, это условные цвета, которые используются для того, чтобы повысить контраст на снимках. Дело в том, что именно на этих длинных волн туманности излучают наиболее интенсивно. И лучший контраст можно получить именно используя такие фильтры. Ну, а мы практически сейчас подходим к концу. И такой вопрос все-таки в итоге. Что дает любительская астрофтография? Ну, лично для меня это, во-первых, общение с космосом. Платон сказал замечательную вещь, я с ним полностью согласен. Заставляет душу смотреть вверх и уводит нас из этого мира в другой. Это действительно так. Во-вторых, астрофтография дает эстетическое удовольствие. Особенно, если ты представляешь себе и представляешь, что стоит за этими картинками, что это не просто какой-то набор цветов на экране, на фотобумаге, на мониторе, а что это целая галактика с миллиардами миллиардов миров. Начинаешь относиться к этому по-другому. И, конечно же, научно-значимое исследование, открытие всех этих звезд, новых звезд и так далее. Это довольно важная область. А также астрофтография вносит свой вклад в популяризацию науки и астрономии просто благодаря тому, что иллюстрирует передний край науки. В космосе у нас находятся такие вещи, происходят такие процессы, которые недостижимы у нас здесь, на поверхности планеты. И астрофизики очень любят космос, потому что там они могут открывать какие-то новые вещи. Вот. И для таких сериалов, как, например, вы, наверное, многие знаете, сериал «Космос» сквозь пространство и время. Это ремейк оригинального сериала Карла Сагана, который в 70-х, в 80-х годах выходил. Очень хороший сериал. В этом сериале были использованы астрофотографии любители астрономии. То есть как бы здесь тоже вносится свой вклад в популяризацию астрономии и астрофотографии и науки в целом. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Здесь я написал всех авторов, которые позволили мне их фотографии использовать в этой презентации. Вот. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Про астрофотографию, про все с ней связанное. У меня есть, так сказать, стимулирующее средство для вопросов. Я привез с собой, распечатал в этом пакете фотографии. Сейчас я вам их покажу. Вот такая у меня фотография есть. Вот такая. Вот из Крыма тоже с соснами. Газопылевая туманность. Туманность это киля. и туманность и туманность и туманность и туманность. Вот если у вас будут вопросы, автору наиболее интересного вопроса, я готов подарить одну из фотографий на его усмотрение. Пожалуйста. Вопрос какой? Во время фотографий с длинными выдержками или там при съемке видео как вы учитываете то, что не повращается? Да. Мы это обязательно учитываем, потому что действительно, если снимать с длинными выдержками, все звезды становятся черточками. Для этого существует специальное устройство, которое называется экваториальная монтировка. Телескоп ставится на эту монтировку и она поворачивает телескоп вслед за вращением звездного неба. То есть телескоп вращается вместе с небом. И мы можем получать снимки без смаза. Механическая, простая механическая, да. Просто механизм шестеренки, которые двигаются. Пожалуйста. Да, на самом деле такие ситуации бывают. В основном, конечно, они случаются, когда пытаешься снимать ночные пейзажи, потому что ты идешь куда-то, не знаю, в горы ночью, ничего не видно, конечно, немножко страшно. Поэтому да, случается, бывают ситуации, вот скажем, где вот я там на шезлонге лежал, была фотография. Эта съемка производилась в пустыне Сан-Педро де Атакамо. В пустыне днем плюс 25, ночью минус 15. Вот такой сильный перепад. Несмотря на то, что я купил очень очень теплую одежду, закупился прям несколько курток на себя одевал, я замерзал. И чтобы согреться, мне приходилось прибегать ко всяким приемам. Приходилось запустить съемку и начать бегать вокруг телескопа. 15 минут я бегал, я был согретым, потом я опять остывал и потом опять кружочками я наворачивал. Вот так проходила вся ночь. А с утра, значит, как бы место съемки она находилась в 6 километрах от места жительства моего, я на велосипеде добирался. С утра я обнаружил, что у велосипеда колесо спустило, и мне пришлось на рассвете идти пешком сквозь пустыню. Замечательно, прям красивые пейзажи, сумеречные лучи были на небе. Я очень сильно замерз уже за всю ночь. А на следующую ночь я тоже уже поменял колесо на велосипеде, ехал на велосипеде, но было все равно холодно. И мне пришлось, было настолько холодно, что вот, ну, ини на лице появлялся, и мне пришлось как-то, а руки же на руле, они не двигаются, они замерзают, ветром отдуваются, поэтому мне пришлось шерстяные носки на руки одеть, и вот так доехать. Так что, да, такие ситуации довольно часто случаются. Пожалуйста. Я понял вопрос, да, действительно, многие профессиональные астрокамеры, они черно-белые, и на это есть свои причины. Черно-белые камеры более чувствительные к свету, они лучше регистрируют лучи, они менее шумные, поэтому астрономы используют черно-белые камеры. Как они, как получается цвет? Мы не раскрашиваем фотографии в произвольные цвета, мы используем светофильтры, то есть, у нас есть черно-белая матрица и три фильтра, красный, зеленый и синий. Мы делаем три, как бы, три серии кадров через красный фильтр, через зеленый фильтр и через синий фильтр. У нас три таких сумок получаются. Мы их отдельно обрабатываем, отдельно складываем, получается три кадра через красный канал, через зеленый и через синий. Дальше мы просто складываем вместе и получается цветное изображение. Принцип такой же, как в наших светочудительных рецепторах в глазу. Там тоже, значит, три типа клеток, это красный, зеленый и синий. Вот. Да. На самом деле, на самом деле, 90% фотоаппаратов, практически у всех фотоаппаратов, они черно-белые. Есть, насколько мне известно, компания Sigma производит цветные фотоаппараты, но они пока еще не очень распространены, там несколько технических недостатков. На самом деле, все фотоаппараты черно-белые. Просто на сенсоре фотоаппаратов стоит массив из фильтров красных, зеленых и синих. И вот этот процесс, о котором я сейчас только что говорил, происходит уже внутри камеры. То есть, конвертация черно-белого изображения в цвет. Там уже стоят фильтры. А у Хаббла, да, черно-белая камера такая же. Вот, пожалуйста, да, Наталья. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос. Вот вы с меня заключили к астрофотографии, или это просто было изначально хобби? К астрофотографии я... Спасибо за вопрос. К астрофотографии я пришел не сразу. Астрофотография, скажем так, явилась выражением моих чувств к звездному небу, который... А заразился я этим, когда мне было восемь лет. Я сидел у себя в деревенском домике, передо мной лежала книжка, называлась «Земля и небо». И после того, как я ее открыл, вообще моя жизнь изменилась. Потому что я узнал совершенно новые вещи, что мы живем на каком-то каменном шарике, который вращается вокруг раскаленного огненного шара, который называется Солнце. И все это, значит, находится в огромном звездном мире галактики, где сотни миллиардов таких же, значит, звезд и шариков. Когда это как-то воздействовало на мой мозг, я прям полюбил астрономию. И всегда мне хотелось сфотографировать. Я помню, в детстве пытался какие-то первые эксперименты делать, но, так сказать, к астротографии уже значительно позже вернулся, после, там, двадцати лет и занялся этим. Ну, очень счастлив. Да, пожалуйста. Про уследнение рассказывали на вашем опыте самое большое количество кадров и какой интервал нужны. Как? Что вы имеете в виду интервал? Интервал 7 по времени. Через сколько времени делался следующий кадр? Ну, что касается количества кадров, то зависит от объекта. Если объект яркий и сигнала от него много, много кадров не нужно. А если объект очень тусклый, нужно набрать очень много кадров. Ну, скажем так, играет еще роль длина каждого кадра. То есть, одно дело мы делаем кадры одноминутные, другое дело десятиминутные. Но так как там зависимость корень из N, то получается вот такой график. Ну, как правило, больше 50 кадров, если они достаточно длинные, ну, 50-100 кадров снимать дальше уже, прирост будет довольно маленький по отношению сигнала шума. Вот. А что касается промежутка между кадрами, то ну, промежуток должен быть достаточный, чтобы камера охладилась. Если на камере нет холодильника, как на профессиональных камерах, если это обычная цифровая камера, то ну, секунд 30 достаточно. Вот. Пожалуйста. Дальше у вас на подобных как минимум техники в последствии? для начинающего астрофотографа самое простое, в принципе, это может быть длиннофокусный объектив какой-нибудь, и камера может быть самая простая. Можно... где точек выглядеть, но они будут. Вот. Можно просто взять телескоп, если у вас есть телескоп, даже самым дешевым, направить его на Луну, взять смартфон, поднести смартфон к окуляру телескопа и, ловя изображение, так сказать, смартфоном, через смартфон сфотографировать тоже что-то будет. Есть ли заведения, в которых обучаются когда или как вы научились сделать эти процессы? Ну, в России таких заведений, к сожалению, нет, потому что у нас это не очень развито. За границей это популярная вещь, и проходят каждый раз мастер-классы. У нас тоже мастер-классы проходят, но их мало. А там регулярно люди этим занимаются очень часто. Так что да, с границы такое есть у нас нет. А как я, так же, как и все любители из России, это самообразование, это пытаются вникнуть во все эти сложные математические изначальные вещи, потому что нужно научиться разбираться и в оптике, как в волновой, так и геометрической, и в математике, и в технике, и паять там чего-то с проводами, и в электричестве, и в астрономии. Такая очень комплексная вещь, поэтому все это самообразование. Да. Фотография какой планеты вам больше всего понравилась? Так, это сложный вопрос. Если говорить о планетной съемке, мне, наверное, больше всего нравится фотография Сатурна, потому что планета у Сатурна есть кольцо, это очень необычный элемент, другие планеты не обладают такими яркими кольцами, поэтому Сатурн мне нравится больше всего. так, пожалуйста. Реально ли где-то увидеть что-то хотя бы близко похожее, ну, невооруженную глазу на то, что мы видим на фотографиях на Земле? Да, это очень интересный вопрос, то, что можно увидеть глазом и увидеть на фотографии, я его упустил в своей презентации, очень часто это различается, по той причине, что наши глаза не умеют накапливать свет, а фотографии умеют, поэтому, когда мы смотрим на звездное небо, мы все видим черно-белое, мы не можем увидеть цвет у туманностей, единственная туманность на всем звездном небе, у которой видно цвет, уверенно, так, чтобы не кажется, а вот точно у нее есть цвет, это туманность, которая находится в центре вот этой большой туманности, там такая маленькая-маленькая штучка, и у нее, можно сказать, вот видно розовый цвет, а все остальное это черно-белое, поэтому глазами так, к сожалению, видеть нельзя. Это туманность ориона? М? Это туманность ориона? Не-не, это туманность, это киля, да-да. Вот, некоторые люди вот на грани глюка, они говорят, что туманность ориона вот в этой, они видят некие цветовые оттенки, вот, но кто-то видит, кто-то не видит. 50-50. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Существует ли или вообще имеет ли смысл наземные фотографии вне видневых диапазонов? Ведь кремные преминики они чувствуют больше, чем видневые диапазоны? Или там другие обезьяны? Да, это интересный вопрос, знаете, насчет фотографии дальнего космоса не знаю, я никогда не сдавался таким вопросом, а где-то здесь было, сейчас немного откатаем назад. Да, это используется, в основном используется в планетной съемке. Так. Это дальний космос, нам нужны планеты. Вот. Данные фотографии сделаны с помощью выхода за пределы зрения человеческого. Здесь использованы ультрафиолетовые, вот это снимок в ультрафиолетовых лучах, это снимок инфракрасных лучах. И комбинируя эти снимки, получился вот такой снимок Венеры. А снимают в этих лучах потому, что атмосфера на этих диапазонах меньше, в ней меньше турбуленции. И планетные фотографии широкое применение находят, съемка планет через, в инфракрасном диапазоне, она позволяет получать четкие изображения. Спасибо за лекцию. Некоторые фотографии, которые вы показывали, вы сказали, что они сделаны буквально с балкона. А разве световое загрязнение огни города не мешают съемку в таких условиях? Да, действительно мешают. И астрографии из города, особенно из такого как Москва, это практически безнадежное занятие. Потому что если мы направим телескоп вверх, попробуем сделать кадр, все окажется засвеченным, ничего видно не будет. Но, так сказать, если обладать достаточным терпением, если объект, который мы снимаем, яркий, там был шаровое звездное скопление, все-таки это компактный объект, много точек рядом, они яркие. Поэтому, если долго, 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 долго снимать, можно что-то увидеть. Вот на том шаровом скоплении, которое было в самом начале лекции, с балкона, там суммарная выдержка составляла 15 часов. То есть 15 часов накопления сигнала. Второй снимок был сделан с помощью узкополосных фильтров, где у нас была представлена туманность вуаль, вот эти разлетающиеся клочья газа. Для узкополосных фильтров засветка не страшна, потому что фонари городские, они светят в одних диапазонах. Там натриевые, ретутные лампы, они как бы, у них есть узкие пики. А узкополосные фильтры, они обрезают эти пики, и засветка совершенно становится не страшной. Поэтому, если у вас есть такие фильтры, то можно снимать прямо из города водородные туманности, и кислородные, и серо. Да, пожалуйста. Сколько всего в среднем уходит на одну фотографию? То есть, сколько вы фотографируете, сколько обрабатываете и так далее? Много. Много уходит. Опять же, в зависимости от фотографии. Я как бы планеты практически не снимаю, я принимаю специализацию, мне очень хочется поснимать планеты, но, к сожалению, пока не получается. Я могу говорить про дальний космос. Для дальнего космоса сигнал собирается, как правило, несколько ночей, там, три ночи, пять ночей на одну фотографию, а учитывая то, что в наших широтах ясные ночи могут быть раз в месяц, то, скажем так, можно несколько месяцев просто собирать сигнал на одну фотографию, и потом неделю где-то уходит на обработку. Но если едешь в какие-то края в Крым, там, на Кавказ, где ясных ночей больше, где Млечный пульт поднимается выше, объектов интересных много, там, конечно, все это быстрее проходит, потому что просто банально быстрее ты сигнал накапливаешь. Но в любом случае это очень долгий процесс. Спасибо большое. Астрофотографы пользуются только своими телескопами или могут как-то договариваться с обсерваториями и вообще какие у них отношения к обсерватории отлично? Астрофотографы, как правило, пользуются своими телескопами, но широко распространена практика, так сказать, астроферм. Это в той же пустыне Атакама есть такая ферма, в Америке есть, в Австралии, в Новой Зеландии, то есть места, где хороший климат. Астроферма это некая площадь, где бизнесмен, любитель астрономии устанавливает телескопы и через интернет предоставляет доступ всем желающим к этим телескопам. Там есть и маленькие телескопы, и большие, они уже настроены, за ними ухаживают, как бы их обслуживают. Вы как бы просто оплачиваете доступ к этим телескопам и говорите телескопу, куда ему двигаться из своей квартиры, не выходя, и он фотографирует звездное небо. Правда, это не дешево. Я как-то пытался этим заняться, но когда уйдет цена, нет, лучше со своим телескопом. Ты через интернет и приходит уже к тебе изображение, то есть без участия. Да, да, то есть просто ты говоришь телескопу что-то фотографировать, он это делает, и информация приходит к тебе, дальше ты просто обрабатываешь. Кому-то это нравится, кому-то нет, кто-то любит своими руками, так сказать, направлять телескоп, нажимать кнопки, быть вот в процессе рядом, а кому-то нужно просто получить материал для обработки. Также, вот вторая часть вопроса по поводу взаимоотношений любителей с профессиональными обсерваториями. В принципе, обсерватории любят любителей. То есть в той же Крымской астрофизической обсерватории работают любители, которые открывают, они там как бы услуг говорились, установили свои телескопы, открывают регулярно кометы, открывают какие-то другие небесные тела. Так что идет тесное взаимодействие. Да. Такой экономический вопрос. А вот ваше занятие астрофотографией, оно приносит достаточно денег, чтобы хватало на жизнь и чтобы можно или это хобби, а зарабатывается чем-то еще? Да вы знаете, как бы ответить, астрофотография не приносит на данном этапе вообще ничего. Это хобби. Это хобби, да, потому что, особенно в России, как бы, то есть, если это где-то за границей, опять же, где-то более развито, можно провести мастер-классы и так далее, то у нас нереально за это получили какие-то деньги, так что это хобби, зарабатываю я в другой области. Вот, пожалуйста. Скажите, вы сказали, что были во многих местах. Есть у вас какое-то любимое место, куда вы несколько раз ездили и подлик там срегателем? Да, такое место есть, я очень хочу туда вернуться. Это место находится в Мекке астрономов на нашей планете, это государство Чили в Южной Америке, там самая хорошая погода, я там снимал два раза, ну, в двух разных местах, но мне там очень понравилось, там более трехсот ясных ночей в году, это нам с нашим климатом даже и не снилось, здесь. Чили, в принципе, похоже на Россию в чем-то, вот, но погода там лучше, поэтому я с удовольствием бы вернулся в Чили и провел бы там огромное количество времени. Пожалуйста. А как вы выбираете объекты для съемки? понятно, более-менее понятно, а вот объекты дальнего космоса? Да, это тоже интересный вопрос. Объектов дальнего космоса существует очень много, тысячи, тысячи, тысячи. И между планетами, фотографами и, так сказать, автофотографами дальнего космоса есть некое, ну, я бы не стал непонимания, но планетный фотограф, когда говоришь планетному фотографу, почему бы тебе не фотографировать дальний космос? Он говорит, а мне скучно, объекты дальнего космоса, они всегда одинаковые. Я вот его сейчас фотографирую, через 50 лет фотографирую, он не изменится. А когда говоришь этому, автофотографу дальнего космоса, почему бы тебе не фотографируют планеты? Он говорит, а мне скучно, потому что планета, она одна. там не пять штук, и они всегда одинаковые. Вот. Но, тем не менее, и то, и другое интересно. Вот. возвращаясь к вопросу, как выбирать объекты, их есть тысячи, открываешь программу планетарий, с теллариумом, или какую-либо другую, там эти объекты изображены. И ты просто гуляешь по звездному небу, двигаешь этот планетарий, смотришь, это классная галактика, вот ее я, значит, в следующий раз сфотографирую. А вот эту туманность я, значит, оставлю на зиму, когда она поднимется над нашим небом. Вот. Ну, еще, скажем, когда гуглишь по интернету что-то, гуляешь, встречаешь какой-нибудь снимок, который тебе нравится, который уже сделал кто-то, и думаешь, вот это я точно должен сфотографировать. И записываешь к себе в журнал, и, значит, фотографируешь это потом. Так это и происходит. Пожалуйста. Такой вопрос. Вы снимаете, я так понимаю, с местами отдаленных, которые, вы даже не в среднем, вы пользуетесь. А откуда берется питание? Вы используете как-то генератор или батарею? Для питания есть два варианта. Да, это места, отдаленные от города. Если рядом, как бы, если есть дача, деревня, место, где есть 220, просто подключаемся к 220, проблем нет. Ну, значит, если есть дача, но в светлом каком-то месте, либо дачи нет, берется машина, уезжаешь куда-то на этой машине, ставишь инвертор, и запитываешься, значит, двигатель гоняешь, запитываешься от работающего двигателя. Либо, подскажешь собой, огромное количество свинцовых кислотных аккумуляторов. Но энергии нужно много, особенно в холодные времена, вот, так что это, наверное, не лучший, не лучший способ. Также можно выезжать на различные обсерватории. В Крым можно выезжать, в Крымскую обсерваторию, на Кавказ, на Платоши, Джатмаз, в Узбекистан, на Майданах, куда-нибудь, в Мизмай, там есть астр, так сказать, ферма, астробаза. Вот. Ну, такие варианты. Да? Хотелось бы узнать, вопросов много, они, наверное, еще идут или идут. Можно ли как-то с вами связаться, чтобы уточнить какие-то вопросы, если они в Африке? Да, связаться можно. Но я почему-то презентации не указал. Даже не знаю, как это сделать. Что, записать потом? Ну да, после лекции, да, подойти ее там. А сайт есть у вас? Сайт? Сайт, как сказать, сайт есть, да, но он пока находится в режиме наполнения материалами, в ближайшее время должен заработать, то есть что, да, такой вариант будет скоро доступен. Так, пожалуйста. Давайте, последний вопрос. Да, давайте. Верняка можно получить интересную и классную фотографию в Антарктиде, где там либо день, либо ночь. Наверняка есть середины сияния, которые на фотографии классно было бы посмотреть и вообще здесь в Матарктиде в Антарктиде или может быть планируете там в Матарктиде да, я понял. Заняться астрографией в Антарктиде это очень заманчиво и экстремально. Просто будет и перелет в Антарктиду делает это дорогое удовольствие, вот, тем более как бы там нельзя долго находиться, то есть в основном туда как бы круизы производятся. есть какое-то убежище или там там есть базы на станцию Ростоктига экспедицию оплатить туда можно как волонтером поехать, то есть есть такие предложения на полгода волонтерам в Антарктиду, но на полгода я не готов. но конечно бы очень хотелось бы поснимать, потому что действительно это уникальное место, где южный полюс неба прямо тянут головой и ни в каких других местах такого не будет. Собственно да, я их показал на экране. Значит ладно, давайте сейчас какой вопрос мне больше всего понравился. Так, вот девушка задавала вопрос про то, как я начал увлекаться оттуда откуда-то да, да, вот у меня ваш вопрос понравился больше всего, несмотря на то, что все вопросы были просто очень интересные, было очень интересно отвечать, я очень рад был с вами пообщаться. Спасибо большое за внимание.